новости москва-баку здравствуйте сша и франция сегодня являются основными странами которые ополчились против азербайджана об этом азербайджанский лидер заявил 10 мая во время своего визита в шушу при этом алиф особенно выделил францию заметив что если азербайджан почувствует что париж вооружая армению переходит все красные линии то баку применит решительные действия сегодня посмотрите кто как говорится играет главную роль среди тех кто ополчился против нас франция и америка надо открыто сказать что больше всех франция если сегодня мы вновь увидим что в армении реваншисты поднимают голову что франция дает армении смертоносное оружие если увидим что это вооружение достигло критического уровня то тогда пусть никто на нас не обижается в любом случае все знают на что мы способны на что наша армия и как тверда наша воля никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела мы будем делать то что считаем нужным эти заявления президент азербайджана сделал в ходе своей рабочей поездки в шушу где он вместе с первой леди азербайджанами хриба наливы принял участие в открытии нового жилого комплекса и встретился с первыми жителями переселившимися в город сегодня мы видим возрождающуюся шушу в мае прошлого года в городе началось строительство второго жилого комплекса на 300 квартир а сегодня третьего на 500 квартир широкомасштабные программы реализуются на всех освобожденных землях в карабахе и восточном зангизури шуша уже шестой населенный пункт куда возвращаются бывшие переселенцы мы пришли сюда чтобы жить здесь вечно до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах после выступления хамами хриба наливы вручили первым жителям шуши ключи от квартир и посмотрели новые кварталы мае 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 также в этот день президент и первая леди приняли участие в открытии седьмого фестиваля хары бельбюль в шуше выступая на фестивале алиф напомнил что город объявлен культурной столицей исламского мира и назвал его символом героизма победы и мира отметим что нынешний фестиваль совпал с мероприятиями в рамках года шуша культурная столица исламского мира 2024 фестиваль 12 мая прошел в шуше и 13 мая в лачине в нем участвовали коллективы из объединенных арабских эмиратов индонезии ирана казахстана катара гвинеи марокко узбекистана и турции мит азербайджана озвучил название будущего проекта мирного соглашения между баку и еле реваном произошло это после встречи главмит азербайджан и армении в алмате 10 11 мая как заявили во внешнеполитическом ведомстве название проекта звучит так двусторонние соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений по мнению специалистов если документ уже имеет утвержденное название то стороны действительно близки к подписанию мирного соглашения что подтвердили в своих недавних заявлениях и президент азербайджана эльхам алиф и премьер-министр армении никол пашинян так президент азербайджана считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с арменией до конференции по изменению климата коба 29 которая пройдет в баку в ноябре премьер-министр армении никол пашинян согласен с мнением азербайджанского лидера по его словам для подписания мирного соглашения в ноябре этого года необходимо зафиксировать все согласнованные на переговорных площадках принципы и подписать документ напомним в алмате 10 11 мая прошли переговоры между главами мид азербайджана и армении джиху нам байрамовым и араратом мирзая нам казахстан в данном случае только предоставил площадку для переговоров он не выступал в качестве посредника по итогу переговоров мид азербайджана и мид армении опубликовали одинаковые сообщения из которых следует что главный итог переговоров готовность и дальше обсуждать проект мирного соглашения и договариваться по оставшимся открытым вопросам по которым все еще существуют разногласия сегодня же глава мид армении рарат мирзая на пресс-конференции с действующим председателем о бсе я нам боргом оценил итог прошедших переговоров заявив что они прошли в конструктивной атмосфере в продолжении темы алматинских переговоров сегодня глава мид армении рарат мирзаян назвал своих бывших коллег экс-министров иностранных дел дезертирами выполняющими заказ другого государства так жестко он отреагировал на их позицию по нынешнему процессу делимитации границы с азербайджаном по мнению экс-министров процесс делимитации является антиконституционным а алматинская декларация не может быть основанием для этого процесса и является лишь подтверждением отсутствие территориальных претензий бывших советских республик указанные вами опытные дипломаты это те дезертиры которые покинули свои посты свои окопы в те дни когда на суверенной территории республики армения произошла или происходила военная агрессия таргетируя алматинскую декларацию и на ее основе мирный процесс эти люди не могу утверждать умышленно или нет таргетируют суверенитет государственность и территориальную целостность республики армении в лучшем случае не умышленно в худшем под диктовку другой страны как заметил армянский министр это наиболее мягкая оценка которую он может себе позволить в адрес бывших глав мид армении которые сейчас участвуют в протестном движении табуш во имя родины и выступают против делимитации демаркации границы с азербайджаном по словам мир за я на он не может относиться к ним серьезно видя такое поведение пятый день вереване продолжаются протестные акции оппозиции несмотря на то что их активность заметно падает напряженность столица все же сохраняется так сегодня по призыву лидеров оппозиции начались тотальные акции гражданского неповиновения против делимитации границы с азербайджаном главное шествие оппозиционеров прошло в центре еревана чтобы придать массовость своему движению протестующие призвали жителей и организации присоединиться к их шествию с этой целью лидеры оппозиции решили сами посещать организации и агитировать население присоединиться к протестам первыми они посетили союз художников и союз писателей армении в это время участники акции строили баррикады на улицах еревана из мусорных баков скамеек и даже из стогов сена а один из сторонников движения даже приковал себя цепями у эстакады полицейские разрезали цепи и задержали мужчину в ходе протестных акций в ереване прошли стычки митингующих с полицейскими в ходе потасовок правоохранители скручивали людей прямо на улицах всего было задержано 156 человек а Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В республике в Ереване состоялся митинг. Оппозиция вышла на акцию протеста против решения правительства страны провести делимитацию границы с Азербайджаном, а также с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отметим, что сам премьер-министр на фоне продолжающихся протестов в Ереване отправился сегодня в Данию с рабочим визитом. Глава армянского правительства примет участие в Копенгагенском саммите демократии. В частности, в работе панели, где будут обсуждаться вопросы защиты демократии Армении. Помимо этого, в Копенгагене запланированы переговоры Пашиняна с датским премьер-министром, со спикером парламента, а также с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фокк-Расмуссеном. Началась реализация договоренности президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выводе российских военных и пограничников из пяти областей Армении. В настоящее время российские силовики начали покидать посты в Зунгизурской области Армении на границе с Азербайджаном. Первым делом сворачиваются мобильные пункты размещения на участке между Горисом и Чакатеном. В этом районе они разместились после 44-дневной войны в декабре 2020 года. Также с сегодняшнего дня российские пограничники начали покидать расположенные на границе с Азербайджаном опорные пункты в Азорской, Гигаркуникской, Араратской и Тавужской областях Армении. Помимо этого, на высшем уровне было принято решение о прекращении работы российских пограничников в международном аэропорту Еревана «Звотноц». Согласно договоренности, российские военные должны покинуть аэропорт до 1 августа этого года. Как отметили в Кремле, по просьбе армянской стороны, российские пограничники останутся лишь на границе Армении с Ираном и Турцией. Также продолжается вывод российских миротворцев с территории Азербайджана. Так, сегодня очередная партия военной техники российского миротворческого контингента покинула Хаджалинский район. Время – это время. Напомним, решение о выводе российских миротворцев с территории Карабаха, который в прошлом году полностью перешел под контроль Баку, было принято высшим руководством России и Азербайджана. А на этом у меня все еще больше информации на портале moskvabaku.ru и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин